Здравствуйте, меня зовут Ирина Воробьёва, и сегодня с своим особым мнением в студиях Москвы журналист Юрий Сопрыкин. Здравствуйте, добровечья. Здравствуйте. Сквозь пургу, как всегда, Юрий Сопрыкин, добровечья. Да, сейчас продолжим её вести. Да, как всегда. Ну что, надо говорить о музыке, я считаю, а точнее о конкурсе Евровидения, где Украина на своём национальном отборочном конкурсе выбрала песню, где певица исполняет песню про депортацию, про трагедию крымско-татарского народа 1944 года. В России уже возмутили, сказали, что это плохо-плохо-плохо. Ну, не будем говорить о том, пропустят ли Евровидение или не пропустят, мы знаем, что там есть пункт о том, что политике нельзя, но вот здесь Украина права, что она такую песню пропускает. Явно же политика. Слушайте, я слышал эту песню. Я тоже, да. О том, что она о депортации крымских татар 1944 года можно понять только из сопроводительного текста, если прочитать этот сопроводительный текст. Название ещё письма. Я не хочу, чтобы у наших слушателей создалось превратное впечатление, что вот выходит певица Джамала и поёт что-нибудь там «Deportation of Crimean Tatars in 1944». Нет, вот такого там не происходит. Это стандартная песня с конкурса Евровидения с патетической мелодией и довольно абстрактными словами за всё хорошее против всего плохого. Вот, надо отдать должное певице Джамале, там помимо патетической мелодии есть ещё какие-то такие модно-электронные элементы. Всё это звучит вот крайне современно и изобретательно. То есть песня понравилась? Скорее да. Скорее да. Вот. Ещё больше, чем песня, мне понравился сам процесс выбора кандидата на Евровидение, который превратился в какое-то шоу общенационального масштаба и даже более чем национального, потому что его отголоски и до нас долетали. То есть про то, что российского участника на Евровидение где-то там уже два месяца как выбрали, я узнал сильно постфактум. Вот про то, что на Украине идёт жуткая рубка между Джамалой и сам Сансеем, ещё полдюжины участников, каждый из которых претендует на Евровидение, и всё это происходит в прямом эфире с многочасовыми обсуждениями. Вот там, кажется, вчера был, собственно, финал, и там час обсуждали, вот, собственно, Сансей, бывший участник группы «Пятница», если я ничего не путаю, он как бы украинский или не украинский, его можно вообще засчитывать как гражданин Украины или он уже какой-то безродный космополит. Ну, тоже довольно идиотская обстановка вопроса, но окей, да, это всё создаёт интригу, это всё делает шоу, это всё позволяет через поп-музыку, через такие легкомысленные материи поговорить о каких-то важных для страны, наверное, в этот момент вещах. Выбрали Джамалу, могли бы выбрать, ну, там, ещё трёх-четырёх участников с тем же успехом, абсолютно, как бы у них были ровно такие же шансы. Процесс страшно увлекательный, чтобы увидеть в нём какой-то очередной политический заговор, нужно, конечно, быть депутатом Госдумы. Это специальная профессия, которая создаёт особую оптику взгляда, там, видимо, какой-то осколок зеркалого тролля всем в глаз вставляют на входе в здание на охотном ряду. Вот, поэтому я уверен, во-первых, что никакого там административного решения по поводу этой песни со стороны организаторов конкурса не будет, да, я уверен, что тема депортации крымских татар, как бы этого не хотелось, может быть, украинской стороны, и как бы этого не хотелось, извините за корявую конструкцию Госдуме, она прозвучит, ну, в течение пяти секунд в момент представления этой песни. И то в тех странах, где этот текст переведут местные дикторы, никакого, ну, как бы особенного такого важного политического звучания в большинстве стран эта песня не получит. Люди услышат красивый, патетический, эмоциональный трек, если им захочется узнать, про что это и почему это, ну, как бы Википедия в помощь, они это прочтут. Но сомневаюсь, что это сделают многие. Ну, и всё-таки речь идёт о депортации. Крымско-татарской народу. Речь идёт о депортации Крымско-татарского народа. Речь идёт о том, что эта песня, вот, с этими абстрактно эмоциональными словами, она родилась из этой истории. Это история её бабушки. Что эта история, как бы, вдохновила её на создание этой песни, да? Да. Но название песни всё равно остаётся. Ну, это... Это 44-й. Послушайте, это всё равно, что, допустим, сказать, что песня, там, группы «Аквариум поезд в огне», она о... О чём? Она о... Хорошо. Она о раскулачивании. Или она о коллективизации. Или она о кровавых преступлениях большевизма, да? Это же не совсем так. Хотя, наверное, чем-то подобным она была вдохновлена. Вот с этой песней ровно та же история. Почему 1944-й для большинства зрителей Евровидения будет таким ребусом, который они, ну, может быть, самостоятельно разгадывают. А может быть, и нет. То есть, нет политики там в этой песне, и будет странно, если Евровидение её не пропустит. Послушайте, ну, политика есть во всём, вот, но я бы сказал, что когда в 2005-м, кажется, году Украина посылала на Евровидение артистов с песней «Разум нас богато» с гимном Первого Майдана, политике в этом было просто выше крыши, да? То есть, это не просто была, ну, вот такая песня-ассоциация с какими-то историческими событиями, а это был просто гимн революции, да? И всё это закончилось вполне закономерным провалом. Потому что, ну, как бы в отрыве от стояния на Майдане песня, прямо скажем, никакая. Вот здесь песня хорошая, вполне может претендовать на самые высокие места, но я уверен, что, ну, случись ей, там, победителя занять место в тройке, политика в этом будет играть, ну, какую-то, там, седьмую по значимости роль. А, кстати, как его происходит? Вне зависимости от того, что будут говорить в ток-шоу, там, у Малахова, у Губерниева или кто его там будет видеть. Понятно, что про политику будут говорить вот там. А как вообще происходит отбор у нас в России? Почему именно Лазарев? А, у нас в России отбор происходит, по-моему, следующим образом. Значит, был период, когда участников Евровидения отбирали, ну, каким-то совместно зрительским голосованием и голосованием жюри. И тоже были такие отборочные туры с, там, какими-то финалистами, полуфиналистами. Тоже было какое-то из этого шоу. Было, было, да. Все кончилось с тем, что победил Налич на таком голосовании, который, во-первых, был, ну, вот, явно совсем не из той обоймы, из которой обычно российский шоу-бизнес выбирает участников Евровидения. А, во-вторых, он еще на Евровидении с треском провалился. Вот. И, видимо, тогда сели, значит, распорядители артистических судеб из руководства телеканалов и решили, что, как бы, не нужно нам такое голосование, не нужны нам честные выборы. Мы вот каждый раз как-то сами, меж собой будем это решать. И дальше, дорогие телезрители, уже в момент, так сказать, начала конкурса узнают, кто же представляет Россию. И ничего, как-то мы их уговорим, что это и есть самый достойный кандидат. Ну, вот так Дима Билан, например. Как было в прошлом году с Полиной Гагариной, например. У кого были вопросы, справедливо ее выбрали или нет. У него, как бы, через полчаса после начала трансляции все уже согласились с тем, что это самый достойный кандидат, за которого надо болеть, сломя голову. И в итоге она еще и второе место взяла. Так что, ну, я не вижу прям какого-то, я не, ну, вообще, прямо скажем, проблема процедуры отбора участников конкурса Евровидения меня волнует, ну, вот просто в 258 степени. Если бы лотерею выбирали, я бы был согласен. Тогда и ладно. Хорошо, продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева и Юрия Сопрыкина. Интересный спор, битву, не знаю, как это назвать, происходит в Америке между корпорацией Apple и ФБР. Ну, вкратце, там, значит, ФБР требует, чтобы Apple взломала iPhone одного из участников стрельбы. Apple говорит, что нет, Тим Кук просто публично отказывается следовать решению суда. Вот на чьей стороне здесь? Нет, по-моему, суд дал трое суток, и они еще не истекли. Ну, в любом случае, Тим Кук уже в публичном пространстве и там последнее развитие заключается в том, что оказалось, что ФБРовцы все-таки залезли в этот телефон, из-за этого произошла рассинхронизация с iCloud, и Apple теперь их обвиняет в том, что это вы специалисты криворукие, вы сами виноваты, что вы все испортили, и поэтому тем более мы ничего для вас делать не будем. Ну, как сказать, ФБР в этой истории не вызывает у меня абсолютно никаких симпатий. Корпорация Apple, впрочем, вызывает мало симпатий тоже. То есть, я считаю, что то, что получив такой гигантский доступ к нашим разнообразным персональным данным, эта корпорация отказывается создавать прецедент выдачи их спецслужбам по такому, скажем так, не самому судьбоносному поводу, наверное, эта корпорация, скорее, права. Мне было бы не очень уютно, если бы оказалось, что ФБР, что ФСБ может по какому-нибудь ордеру получить доступ ко всему моему iCloud и всему остальному. С другой стороны, ну, как бы, раз уж мы согласились с тем, что наши персональные данные вот в таком дичайшем количестве могут быть доступны для корпорации Apple, да, то дальше, ну, мы их уже, в принципе, потеряли, да. То, что Apple с ними не делает ничего плохого, а просто как-нибудь там таргетирует рекламу на них, опираясь, ну, это нам Apple рассказывает, да. Мы же, собственно, не знаем, что там происходит на этих калифорнийских серверах. И если завтра вместо Тима Кука к главе корпорации окажется какой-нибудь злой волшебник Гудвин, то мы тут все попляшем со страшной силой. Сам факт концентрации персональных данных в чьих-то руках в таком количестве – это уже, ну, как бы, опасность, да, а то, что дальше с ними происходит, ну, как бы, отдает их Apple FBR, не отдает, не отдает FBR явно, но отдает АНБ тайно, как бы, это все невозможно проконтролировать. Это абсолютно закрытая экосистема. Ну, то есть, я думаю, что FBR является более подотчетной организацией для, там, всевозможных проверяющих, контролирующих органов или, скажем, для американского конгресса, нежели корпорация Apple, в разы более проницаемой. Вот, поэтому, ну, как бы, либо надо смириться с тем, что эпоха приватности закончилась, и мы живем вот в мире, где все у всех на виду, да, либо, ну, как бы, либо, я не знаю, что, выбрасывать айфон. Ну, что же, все же абсолютно добровольно отдали эти персональные данные. Все отдали эти данные в обмен на, как бы, удобную штуку, которая связывает тебя с внешним миром, и особенно не задумываясь о том, какие из этого могут дальше произойти последствия. Вот, тем более, что пока, вроде бы, никаких дурных последствий не происходит. Мы их не ощущаем на себе в повседневной жизни, по крайней мере. Но, как бы, довольно много снятых, снятых всяких антиутопических фантастических фильмов, где показано, как минимум, неприятными эти последствия могут быть, а то и пугающими. Вот, Большой Брат на тебя смотрит, и этот Большой Брат, он не обязательно имеет облик тоталитарного диктатора, а Большой Брат – это, в том числе, и корпорация, которая знает о тебе все. – Да, но при этом пользователи Apple в Америке уже выходят на митинги поддержки Apple. Ну, понятно, что им не хочется, чтобы Apple остался в этой борьбе. Ну, послушайте, конечно, приятнее думать, что Большой Брат один, и у него, к тому же, красивый дизайн, чем думать, что этих братьев может быть сколько угодно, и большинство из них будут составлять всякие неприятные, пугающие силовые государственные структуры. Вот, поэтому, ну, понятно, почему люди выходят на митинги протеста. Я говорю лишь о том, что, ну, вообще-то, в некотором роде поздняк метаться, да, мы уже с приватностью и с тем, что, ну, есть какой-то мир наших, там, подробностей о нашей жизни, о наших, там, счетах, о наших передвижениях, которые никому не ведомы, ну, вот, вот, как бы, этого мира уже нет, все. Ну, что ж, простимся с этим миром. До свидания, мир. Новый мир. Да, о силовых структурах, но уже наших, российских, на примере суда, где разбирали дело Каменщика и, соответственно, его домашний арест. Вот когда-нибудь раньше видел ли такое, чтобы вот прокуратура говорит, что он невиновен, надо отпустить, адвокаты говорят, невиновен, надо отпустить, суд все равно принимает решение о домашнем аресте, и дальше начинается вообще какой-то цирк, когда прокуратура обжалует домашний арест и так далее, и так далее. Что это было вообще? Ну, мы же все понимаем, что это было. У нас нет никаких доказательств для того, чтобы подтвердить это подозрение, да, но если начинается такая свистопляска и в суде начинают рубиться следственные комитеты прокуратуры, что это может означать? Ну, как бы, это может означать, что разные ветви вот этого левиафана у нее находятся в разных отношениях с Дмитрием Каменщиком. Одна из них хочет отгрызть ему голову и отдать его собственность в какие-то более надежные руки, более облеченные доверием, да, а другая ему скорее покровительствует, будучи с ним каким-то образом в более теплых отношениях. Не знаю, как это сказать юридически корректно и так, чтобы, собственно, Дмитрий не обиделся, потому что Каменщику я не испытываю ничего, кроме глубочайшего респекта, вот, защищается он чрезвычайно технично и явно используя все надковерные и подковерные методы. А как иначе, какая-то песня была у группы Чаев, кажется, что по-другому в этом районе не прожить, что ли? Ну, не прожить, да. Ну, как-то странно, что из-за бизнес-лайна... А в этом месте по-другому не прожить? В этом месте по-другому не прожить. Ну, правда, как-то непривычно, что из-за бизнес-лайна вот так могут схлестнуться два силовых ведомства, которые, может быть, и конкурируют между собой. Конфликты Следственного комитета, прокуратуру мы наблюдали и раньше. Но вот так, чтобы в открытую, это вот такого раньше не было. Видимо, Дмитрий Каменщик как-то... Либо он, либо... Просто это какая-то странная история, которая длится уже не первый год. Из-за бизнесмена нет. Из-за чеченских дел подобный конфликт был уже год назад, если помните, когда был этот случай с каким-то спецназом МВД, который на территории Чечни кого-то застрелил. Пытался арестовать там, да. И прокуратура и Следственный комитет как-то к этому очень по-разному отнеслись, к реакции Кадырова на этот инцидент. Вот поэтому то, что у них могут быть разные взгляды на один и тот же вопрос, ну, как-то пора уже к этому привыкать. Система находится в той стадии баланса или разбалансировки, когда действительно, ну, как бы одна силовая рука не всегда действует синхронно с другой. То, что это может произойти из-за бизнесмена, ну, помилуйте, это же не просто предприниматель, который, несчастный предприниматель, который построил ловарек рядом со станцией метро Кропоткинская. Но из-за них, кстати, тоже битва идет. Это крупнейший частный аэропорт в России. Это один из трех авиаузлов, куда залетают люди и залетают грузы в Москву. Это гигантский, что называется, кэшфлоу. Это объект стратегического назначения. И, ну, в общем, понятно, что, ну, как бы, находясь вот на такой ступени и в такой отрасли бизнеса, нельзя быть совсем независимым от отношений с силовыми структурами и разнообразных отношений с государством. Ну, соответственно, одновременно что-то представляешь себе. Это очень, ну, скажем так, непросто бизнесмен. Мы сейчас опять прервемся. Буквально несколько минут. Юрий Сопрыкин и его особое мнение в эфире «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». В студиях Москвы журналист Юрий Сопрыкин. Завтра, 23 февраля, Илья Яшин и партия «Парнас» представляют доклад по Рамзану Кадырову. И уже сегодня, значит, обыски и эвакуация из офиса «Парнаса». Ну, так вот, 50 на 50. Удастся ли им завтра провести презентацию доклада, учитывая то напряжение, которое вокруг этого доклада уже существует? Ну, смотря что считать презентацией, удастся ли им собраться в офисе «Парнаса» и перед дюжиной камер произнести какую-то речь, не факт. Давайте смотреть правде в глаза. В общем, по гораздо более невинным поводам мы неоднократно наблюдали, как в последний момент по соображениям пожарной безопасности начинала протекать крыша, а также поступали сообщения о заложенной бомбе. Эта технология отработана. Удастся ли им обнародовать этот доклад в том смысле, что завтра он будет лежать везде? Ну, никаких сомнений нет. К вечеру я абсолютно уверен, что его сможет прочитать всякий интересующийся пользователь интернета. И как бы новость о том, что этот доклад появился, разлетится по всем возможным ресурсам. Я бы с какой-то такой медийной точки зрения, мне кажется, немножко странным делать это, даже не важно, в день российской армии или привязывать это к каким-то другим датам. Это так или иначе просто день, когда люди меньше заходят в интернет. В выходной день. Я как раз хотела спросить о том, что вот этот день 23 февраля конкретно для чеченцев, это вообще не праздник совсем, это день депортации, ежегодно мы об этом вспоминаем наряду с Днем Защитника Отечества. И тут такой доклад конкретно про Чечню и про ее руководителя. Илья Яшин объясняет это тем, что он хочет еще раз напомнить всем про как раз депортацию чеченцев. Но насколько это корректно, на тот взгляд, именно в этот день устраивать такую презентацию? Ну, так сказать, who am I to lecture Илья Яшин, он взрослый самостоятельный политик, сам разберется. Мне кажется, ну, опять же, если бы директором был я, то я бы сдвинул это на день позже, исходя из целого ряда соображений. Начиная от того, что пользователей интернета в 24 числа будет раз в пять больше, чем 23-го, которые налетят читать этот доклад в момент его опубликования. И заканчивая тем, что мы же мало чего про Чечню, про нынешнюю знаем. Это такой черный ящик, откуда долетают сигналы, в основном через Инстаграм Рамзана Кадырова, явно довольно сильно искажая реальность. У нас нет никаких независимых источников, почти. Ну, есть там Елена Милашина из новых газет, которая чего-то пытается, какие-то истории раскопать. Но, в общем, никого даже уровня Политковской в российских СМИ не осталось. Какого-то голоса, который рассказывал бы о том, что там на самом деле происходит. Никакой социологии про Чечню у нас нет. А то, что есть, в этих условиях, понятным образом показывает 99% одобрение, или 100%, 99% это мало, а 100% одобрение нынешнего руководства. Что такое для чеченцев нынешний день депортации, и что такое в этой связи какой-то наезд на нынешнего президента. В какую конструкцию это все складывается. Мы же этого не чувствуем совершенно. У нас нет никаких инструментов для того, чтобы это узнать. Вот поэтому это действительно трагический день. И из соображения деликатности какой-то, исходя из заповедей, не навреди. Я бы, наверное, чуть сдвинул бы дату публикации этого доклада. Но, еще раз говорю, Яшин самостоятельный человек. Он, в отличие от меня, был в Грозном. Он сам прекрасно разберется. Поговорим о других политиках, о других странах. Сегодня в Польше обнародуют часть документов, которые якобы подтверждают агентурное прошлое бывшего президента Леха Валенца. И эти документы были найдены в архиве вдовы бывшего министра МВД. Лех Валенц там все отрицал. Потом уже признавался, что подписывал документы. И так далее, и так далее. Вообще, насколько это важно знать, что такой человек, как Лех Валенца, в то время был в сотрудничестве со спецслужбами? Это знать важно. Но я бы все равно исходил из того, что судить человека надо по делам. Если Лех Валенца в сотрудничестве со спецслужбами сделал так, что этих спецслужб не стало, в том виде, в котором их не существовали, значит, спасибо всем участникам этого процесса. В том числе и спецслужбам. В том числе и спецслужбам, да. Что они совершили такой самоубийственный шаг, вырастив Леха Валенцу. Если в итоге деятельности Валенцы Польша из страны, которая находилась на запворках социалистического блока, в которой была подавлена и репрессирована католическая церковь, в которой любые проявления политической самостоятельности заканчивались полицейскими репрессиями и военным положением, как это случилось в конце 1981 года. Ну, как бы, если после всего этого Польша превратилась в демократическую, развитую европейскую страну со сменяемостью власти и всем остальным. Ну, как бы, окей, видимо, либо спецслужбы перехитрили сами себя, либо они были коварнее, чем мы даже можем предположить, либо это агентурное сотрудничество не имело никакого решающего значения. Потому что всем понятно, что Валенца ключевая фигура в процессе трансформации от Польши-Ярузельского, от Польши-Коммунистической, от Польши, где была Елена, правящая партия под названием Порп, к Польше сегодняшней. Ну, то есть, я понимаю желание знать правду. Я думаю, что для польского общества это очень важный и болезненный момент. Но если заглядывать куда-нибудь там на 50 лет вперед и представить себе, что будет написано в учебниках истории, ну, да будет написано примерно то же самое, что про Валенцу написали бы сейчас. Насколько важно было бы знать про российских политиков, особенно политиков... Не сотрудничали ли они с КГБ? Ой, как интересно. Например, оппозиционных политиков к нынешнему времени сотрудничали они уже с ФСБ. Не КГБ, а ФСБ уже в новой истории России. А, я думаю, мы хотим... Нет, 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 я примерно представляю себя. Именно в новой России, с ФСБ, уже в другом обществе, при другом строе. Ну, сейчас это было бы ужасно интересно. Ужасно или интересно? Ужасно и интересно. Потому что, ну, я абсолютно уверен, что ФСБ, конечно, не сидит в стороне и не смотрит за тем, как наши дорогие оппозиционные политики плетут свои разнообразные малорезультативные козни. И, конечно, в этом процессе наверняка спецслужбы тоже как-то участвует. Но, опять же, ну, понимаете, история коварная штука. И если вдруг окажется, что нам Михаил Сергеевич Горбачев был тесно... Послушайте, камон, как он мог быть не тесно связан со спецслужбой, ему будучи генеральным секретарем СК КПСС, да? Так вот, тесно связанный со спецслужбами Михаил Сергеевич Горбачев дал... России свободу. И что теперь, как бы, припоминать ему, то, что он сидел за одним столом с Крючковым или с Андроповым и какие-то разговоры с ними вел? Это на фоне того, что им сделано, абсолютно меркнет. Вот. Точно так же, если окажется, что где-то как-то с кем-то разговаривающие ныне оппозиционные российские политики останутся просто неудачливыми оппозиционными российскими политиками, то этот факт бросит гигантское пятно на их биографию и на их репутацию. А если вдруг окажется, что у них складывается самостоятельная игра, и они всех перехитрили, в том числе спецслужбы, которые пытались их использовать, то, ну, как бы, ура-ура, молодцы! И тогда это все превращается в какой-то досадный и малозначительный факт из прошлого. Победителя не судят вообще. Да. У нас буквально несколько минут остается, и действительно скоро, совсем скоро будет годовщина убийства Бориса Немцова в центре столицы, и в некоторых городах власти сильно сопротивляются, не дают проводить марш памяти. Почему? Ну, казалось бы, это же такая очевидная вещь. Человека убили, убили прямо в центре города, и люди хотят выйти на улицу и почтить его память. Понятно, что это политическое шествие, но, тем не менее, почему такое сопротивление? Ну, потому что страх того, что позвонят откуда-нибудь из администрации президента и надают тебе по шапке, или какой-нибудь там трансфер в твою область не дадут, значительно сильнее, чем те неприятности, которые могут возникнуть от того, что оппозиция в твоем родном городе или гражданские активисты в твоем родном городе будут этим решением недовольны. Это все абсолютно логика бюрократической системы, в которой такие понятия, как память, дань уважения, они просто не заложены, они в ней отсутствуют. То есть, они в ней присутствуют, когда они не мешают функционированию этой системы. Ну, там, акция в память погибших икеистов Ярославского локомотива – это можно. Акция в память бывшего вице-премьера, как к нему не относись, крупного государственного деятеля Российской Федерации, вон в Ельцин-центре, он висит как портрет Немцова, как одного из возможных преемников Ельцина, наряду с Путиным. Так вот, акция памяти в честь такого масштаба и такого калибра человека в эту логику не вписывается. Это опасно для карьеры и для нынешнего положения тех самых бюрократов, которые принимают это решение. А это кресло для них важнее всего. То, что происходит сейчас в Нижнем Новгороде, я не знаю, как это происходит. Субтитры создавал DimaTorzok